Привет, любимая республика! Не успели мы добрым словом встретить сентябрь, как уже братец Октябрь постучался к нам в двери. Бабье лето осталось позади и солнышко дарит свое тепло нам все реже. Но это вовсе не проблема, ведь каждый будний день в ваш дом приходим мы и согреваем вас своими позитивными вибрациями. В эфире информационно-развлекательная программа «Студия 11» и вот о чем мы поведаем в первой части выпуска. С уважением к старшим рассказываем о республиканской поддержке пожилых людей. Думай наперед, как подготовить грядки к зимним холодам. Начало срединного месяца осени знаменуется несравненно важным праздником – Днем пожилых людей. Этот день обращает внимание общество на проблемы людей пожилого возраста, на проблему демографического старения всего населения, а также на поиск возможностей улучшить качество жизни наших пенсионеров. Мой коллега Северин Арпа узнал, что делается для старшего поколения в нашей республике и какие направления различных родов деятельности развиваются в коме для наших любимых бабушек и дедушек. Людмила Александровна, ну вот прошел День пожилого человека. Что вообще можно сказать о том, какие события произошли, да, и что республика со своей стороны делает для пожилых людей нашего региона? День пожилого человека отмечается уже с 1991 года. Это день уважения, добра и заботы о пожилых людях. И вот в нашей республике сделано очень много для того, чтобы пожилой человек не был забыт. В первую очередь я хочу сказать, что День пожилого человека – это напоминание молодым и всем, кто окружает нас, что старость ждет всех, и надо о ней позаботиться, проявить заботу, любовь и доброту. В республике выделено 40 миллионов рублей для того, чтобы пожилой человек мог бесплатно отдохнуть по санаторным путевкам. Через Республиканский совет, получая субсидию, мы 1200, а то чуть-чуть больше, оздоравливаем людей на базе санаториев Кировской области и Ярославской. Кроме того, мы большую работу провели по оказанию помощи людям пожилым, собрав 1 миллион 800 тысяч рублей в благотворительным фондом «Победа». 350 человек получили от пожилых людей материальную помощь. Это и на приобретение дров, это на ремонт жилого помещения, на восстановление памятников умершим участникам Великой Отечественной войны, на приобретение дорогостоящих медикаментов и другие нужды. Кроме того, прошли у нас большие мероприятия и в республике, и в районах по честному пожилым людей. Это всевозможные акции по оказанию помощи пожилым людям. И в ремонте, в благоустройстве домов, квартир, на приусадебных участках. Прошли чаепития, концерты, поздравления людей. С учащимися в школах проведено много бесед. Именно какой жизненный, богатый труд был вложен людьми для того, чтобы молодежь у нас жила счастливо. То есть заботу о пожилых людях мы проявляем. Я хочу в первую очередь поблагодарить всех, кто неравнодушен к проблемам пожилых людей. И второе, сказать большое спасибо людям, которые имеют такой богатый жизненный опыт и делятся им с молодежью. И хочу пожелать, хоть и прошел этот день пожилого человека, но я хочу сказать, живите долго, будьте примером такой же активности, жизнелюбия. Я желаю прежде всего крепчайшего здоровья и что все были окружены заботой, лаской, родных, близких и тем, тех людей, кто рядом с вами. Спасибо вам большое. Мы желаем, чтобы Совет ветеранов тоже продолжал активную работу, помогал. И молодежь, естественно, подключалась к этому вопросу тоже. Спасибо большое. И вам спасибо. Не успели убрать картошку, закрутить банки, да засушить грибочки, как уже пора задуматься о подготовке грядок к новому сезону. Чтобы следующий год тебя порадовал дарами природы, да причем с избытком, нужно хорошенько подумать о почве, которая и принесет богатый урожай. Как правильно позаботиться о грядках, расскажет наш сегодняшний гость, агроном Александр Попов. Александр, здравствуйте. Добрый день. Для начала расскажите, пожалуйста, с чего вообще начать? Как подготовить почву к новому сезону? Например, под картофель, под культуру картофеля мы рекомендуем вносить органические удобрения в осень именно. Весной вносить под эту культуру удобрения нельзя. Также мы рекомендуем вносить обязательно фосфорно-калийные удобрения. Поскольку у нас фосфорокалий очень в почвах мало, мы это обязательно вносим. Но это не ущемляет весеннего внесения удобрения именно содержанием азота. Внесение азота под зиму – это абсолютно бессмысленная вещь, поскольку он либо вымоется, либо улетит. Также нам нужно понимать, какая у нас кислотность почвы. Если для этого существуют сегодня тест-полоски, там системы всякие, которыми в почве можно определить кислотность. И в зависимости от этой кислотности внести необходимое количество известкующих материалов. Толомитовая мука, известкующая мука – это абсолютно нормально. Также я всегда вношу в качестве добавки микроэлементы. Ведь нахождение элементов питания в почве, как макро, так и микро, влияет очень сильно. Влияет и на урожайность, и на здоровье культур, и на вкусовые качества. Но необходимо также обязательно изучить потребность в каждой культуре. Например, под морковь органику вносить нельзя. Туда вносится органика, но под предшественник. Под свеклу тоже вносить свежую органику нельзя, только перегной. Иначе появятся черные бляшки, так называемая черная парша. Под лук чеснок можно вносить, но без фанатизма. Всегда лучше свежую органику отодвинуть в сторону. На сегодняшний день есть куча разных вариантов. Это всякие гумусы, биогумусы. Это есть и компосты, которые можно приготовить самим. Есть ноу-хау, скажем так, 5 лет назад разработан. Это гранулированный навоз, который очень удобен, не имеет аромата, от которого соседи падают и все вокруг вянет. Это очень хорошее решение любого, скажем так, дачника, чтобы в чем-то сэкономить и получить хороший урожай. В современных реалиях упростились технологии, что намного облегчило жизнь дачникам. И вот отсюда такой вопрос. Появился ли больший ажиотаж у людей ездить на дачи и выращивать различные культуры? Мы видим приток людей. Во-первых, люди стали более грамотно относиться к своим дачным участкам и культурам. Все-таки это большой плюс. Действительно, на сегодняшний день технологические моменты шагнули вперед. Разработали специализированные удобрения. И мы стараемся немножко объяснять людям так, чтобы это было доступно и комфортно для них. Если, например, раньше нужно было вносить азот фосфор калий, то сегодня существуют удобрения с разными пропорциями для разной культуры, которые внес, и уже сильно голова не болит. Что касается именно увлеченности дачник новыми дачниками, да, действительно появилось. Это связано с постковидным периодом, но и с ковидным непосредственно. Очень сильно омолодился дачник. Мы на сегодняшний день замечаем, что если, допустим, раньше это было 40-50+, то сегодня это уже даже 25-30+. Почему? Потому что очень многие люди немножко разные они сажают. Кто-то сажает картофель, кто-то сажает морковь, свеклу, а кто-то сажает, например, гортензии или плодовые культуры. Всем хочется яблоньку на участке, поэтому многие сегодня этим нанимаются. И молодой дачник, у него немножко другой характер. Он все-таки хочет получить экологически чистый продукт. Мы понимаем, что в магазинах сегодня можно купить все, что хочешь, и не всегда это соответствует действительности. Поэтому на сегодняшний день люди более стали положительно относиться к качеству продуктов питания, соответственно, заботиться о своем собственном здоровье. Мы же все понимаем, что потом сходить в аптеку будет стоить в десятки раз дороже, чем съесть действительно качественный продукт. Ну, это не может не радовать. Что же, желаю всем богатого урожая уже в следующем году. Спасибо большое, Александр, за ценную информацию. Не обращайтесь. Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный День врача. Главная цель доктора любой национальности – улучшение и сохранение здоровья пациентов. Сегодня не забывают и вообще всех представителей врачебного сообщества, кто, следуя клятве Гиппократа, оказывает медицинскую помощь всем нуждающимся. Это праздник людей, выбравших самую гуманную профессию в мире, чье значение сложно переоценить. Ведь медицинские работники ежедневно спасают человеческие жизни и лечат всевозможные заболевания и недуги. И неважно, работает доктор в кабинете или в полевых условиях. Это не умаляет его заслуг, ведь цена – каждая спасенная им жизнь. Сегодня уделите свободную минутку, чтобы поздравить своего лечащего врача или близкого человека, решившего посвятить свою жизнь спасению людей. Сделаем этот день для них ярче вместе. В этом зимнем туристическом сезоне Печоро-Илочский заповедник вносит два важных изменения. До одного из семи чудес России – плато Мань-Пупунер – можно будет добраться всего за один переезд. А проезд по территории заповедника сокращается с пяти дней до одного. Также посещение охраняемой территории начнется с первого дня Нового года. Ранее туристов начинали пускать лишь в феврале. Обо всем подробнее в нашем следующем сюжете. На Мань-Пупунер по новому маршруту. Снегоходный путь Кордон-Полой, Кордон-Шежем-Печорский, плато Мань-Пупунер этой зимой перестанет действовать. Вместо него гости со стороны Республики Коми смогут добраться до каменных болванов со стороны Усть-Ляги. Причин таких изменений несколько. Первая – безопасность. Теперь туристам не придется добираться по реке. Водные переезды есть, но они небольшие. Вторая – сокращается время пребывания. Если ранее по заповеднику туристы двигались пять дней до плато и обратно, то сейчас они уложатся всего в один. Еще два дня потребуется на путь от Еремеева до Ляги. А это значит, что все путешествие от Ухты до плато Мань-Пупунер и обратно займет всего пять дней вместо прошлых семи. Таким образом Коми сможет конкурировать с Хатымансийским округом и Свердловской областью. Наша республика сможет полноценно развивать это направление. Мы перенаправляем этот турпоток весь на Илуч, на Лягу. Как одно из следствий этого будет – это развитие деревень, приуральский поселок и деревни Еремеева, где туристы будут пересаживаться. Потому что по Печори у нас, когда люди едут, они, поселок Комсомольский Печори, они проезжают последний населенный пункт. Остановки там нет, и, соответственно, нет развития экономики местной. Здесь же мы планируем, что будет развиваться еще и местная экономика, то есть создание тех же самых рабочих мест и развитие местных деревень. Гостиничные услуги, питание, экскурсии – все это уже готовят жители поселков для гостей. Посетить не только одно из семи чудес России, но и впитать в полной мере колорит республики. Еще одна причина изменения маршрута на Маньпупунер – теперь он пролегает на территории заповедника более удачно, почти не затрагивая миграционные пути обитающих в заповеднике животных, как крупных млекопитающих, так и птиц. В Верховьях Печора у нас традиционно стойбище больших крупных копытных, которые снегоходами их просто распугивали. Ранее у нас была причина, что мы не могли контролировать проезд по Илычу, в связи с тем, что Буранник выезжал в стороне от кордона. В этом году мы это все дело устранили, и сейчас весь транспорт будет ехать только через кордон, он будет полностью контролируемый, то есть никакого браконьерства, ничего не будет. И, соответственно, мы таким образом решаем одним махом сразу же кучу проблем. Речь идет только о зимнем маршруте. Летний же через Усть-Ляку открыть невозможно. От поселка до Плато 35 километров, нет инфраструктуры, даже настилов. Зато есть еще одна радостная новость. Зимний сезон в Печоро-Илочском заповеднике продлен на месяц. Теперь посещать его можно не с февраля, а с 1 января по 31 марта. В первый месяц зимы снегоходные группы, в феврале к ним добавятся лыжные, а после в марте и вертолетные туры. Начало приема заявок стартует с 1 ноября. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают не только супергерои в медицинских халатах. 2 октября ежегодно празднуется Международный день социального педагога. Такой человек играет большую роль в становлении личности своего подопечного. Одна из функций социальной педагогики – разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека наилучшим образом. В новом веке развитие мировых тенденций очень быстро шагнуло вперед. Не все успевают за темпом жизни, и социальная адаптация для некоторых людей происходит достаточно сложно. Особого внимания требуют трудные подростки, дети-сироты, дети-инвалиды, дети из неблагополучных семей. Именно социальные педагоги помогают им не отставать от общества, не чувствовать себя брошенным, лишним или не таким, как все остальные. Давайте никогда не забывать, что среди нас всегда есть творцы добрых дел, которые, как и медицинские работники, залечивают раны, только в этом случае – душевные. Как мимолетно проносятся минуты, когда мы с вами собираемся вместе. Не верится, но половина выпуска уже позади. Впереди нас ждет еще много чего интересного, а потому возьмем небольшой перерыв, чтобы на свежую голову вкушать самый сочный материал, который припасла для вас наша команда. Не переключайтесь! Мы снова в эфире. Успели соскучиться по нам? Что же, тогда скорее мчим к познавательной информации, подготовленной командой «Студия 11» для вас, друзья. Что нас ждет во второй части выпуска, узнаем из анонса. Книги – это по любви. Несколько советов родителям, как привить ребенку любовь к чтению. А мне тревоги не нужны. Как избавиться от затяжного чувства тревоги? Прогулка в фотографиях. Устроим променад по осенним дворам республики. Развитие огромной энциклопедии под названием «Интернет» незаметно отодвигает на полке интересов настоящие книги и потихоньку все сильнее прижимает их к стене. Конечно, не стоит отрицать, что технический прогресс заметно улучшил жизнь современных мам и пап, а также их деток. Помощь в быту, быстрый поиск информации, доступные коммуникации и многое другое – это все то, за что мы любим наш век высоких технологий. Однако есть и обратная сторона медали. По статистике, всего 5% детей читают книги из школьной программы на летних каникулах. Остальные 95% – неизвестную литературу на просторах мировой сети. Социологи обеспокоены тем, что с каждым годом интеллектуальный багаж школьника беднеет все больше. Но исправить ситуацию можно. Прямо сейчас ловите лайфхаки, которые способны привить вашему ребенку любовь к книгам. Любят ли дети читать? На этот вопрос очень сложно ответить, потому что за редкостью увидишь ребенка, читающего обычную книгу. В основном это комиксы, манго и прочие другие развлекательные жанры литературы. Ну а что же сделать, чтобы ребенок полюбил читать? Первая, наверное, и основная рекомендация – это найти ту книгу, которая ребенка заинтересует, которая откликнется в его сердце. Одной из таких книг в моем детстве стали «Дети капитана Гранта». Большой такой совет – попробовать прочитать вместе с ребенком маленького принца. Поразмышлять об этой книге, порассуждать, возможно, где-то порефиксировать. Ну и, конечно, одна из полюбившихся книг гимназистов прошлого года, особенно гуманитарного отделения – это «Алиса в стране чудес». Дело в том, что каждый год в гимназии искусств идет под девизом какой-либо одной книги. Это был и маленький принц «Алиса в стране чудес». Дети проникаются этими произведениями и от этого жаждут узнать что-то новое. И как раз-таки таким новым становятся новые книги, новая литература. Ну и, конечно, взрослым тоже нужно показывать, что есть не только телевизор или телефон, что есть обыкновенная бумажная книга, которую можно сесть вечером и почитать. Своим примером мы показываем пример наших детям. Забота о братьях наших меньших. В Сахтовкарском приюте для собак «Друг» отремонтировали административное здание с ветеринарным кабинетом благодаря наказам избирателей. Наша съемочная группа побывала у четвероногих друзей. Приют «Друг» был открыт неравнодушными жителями города более 15 лет назад и продолжает работать за счет волонтеров. Предприниматели, образовательные учреждения, простые горожане привозят пропитание собакам, обустраивают вольеры, будки, выгуливают хвостатых. Валерия Гончарова работает в приюте с самого его открытия. Все это время зимой в здании приюта было холодно. Это дом администрации. Во-вторых, у нас здесь ветеринарный кабинет. Кстати, сделали еще там окно теплое в ветеринарном кабинете, поменяли бы. Мы и потом там у нас живут больные, раненые, старички живут. Где-то у нас около трехсот уже сейчас в последнее время. Количество их никак не уменьшается, только увеличивается. Но зато, наверное, у нас на улицах города сейчас заметно, что нет стаи бродячих животных, что нет бездомных собак. Это хотя бы не в том количестве, в котором они были раньше. То есть постоянно проводится работа по отлову агрессивных животных, по стерилизации собак, которые попадают к нам в приют. За это лето здания обшили, утеплили стены. Сейчас продолжается ремонт кровли. Своими силами не потянули бы, говорят сотрудники приюта «Друг». С 2021 года в республике по поручению главы КОМИ каждый год выделяют средства на исполнение наказов, которые дают депутатам Государственного совета республики жители городов и районов. Радует, что в КОМИ увеличивается число волонтеров, стремящихся помочь другу. А мы продолжаем делиться с вами интересной и полезной информацией. И вот очередной материал, который точно заслуживает вашего внимания. Во всей республике КОМИ открыто уже более 200 первичных отделений движения первых. Сегодня и региональное отделение движения первых получило свое пространство. В этом пространстве мы совместно с нашими друзьями и коллегами-навигаторами детства будем совместно работать, создавать и, самое главное, реализовывать интересные проекты и мероприятия для детей и молодежи нашей республики. И здорово, что в этот новый учебный год и наш региональный ресурсный центр входит тоже в новое пространство, открыли наше помещение, где мы можем проводить мероприятия как для советников директора по воспитанию, образовательные различные события, так и для детей. Поскольку очень здорово, что наше новое воспитательное пространство едино как для советников директора по воспитанию, и для проекта «Навигаторы детства», так и для «Движения первых». Мы вместе с этого учебного года начнем реализовывать замечательные события, которые будут направлены и на детей, и на педагогов, которые работают с нашими детьми, и на родителей. Точно скучно не будет, все инициативы будут поддержаны, все идеи мы точно с вами реализуем. Поэтому в добрый путь, в новую историю «Навигаторам детства» и компании «Движения первых». Тревожность. Знакомо вам это чувство? Когда мысли ураганом проносятся в сознании, и каждая имеет волнующий подтекст. Тревожиться о действительно важных моментах жизни можно, уверяют психологи. Однако, если такое состояние затягивается надолго, а тревога распространяется на незначительные события каждого дня, откладывать избавление от нее нельзя. Как это сделать, наша команда узнала у специалиста. Что же такое тревожное состояние? Как его определить? Это волнение, возбуждение, беспокойство и предчувствие чего-то плохого. И чаще всего тревога носит такой смутный характер. То есть человек может и не понимать, из-за чего он тревожится. Или тревожится по любому поводу сразу. И вот когда эта тревога становится назойливой, постоянной, то психологи определяют это как тревожное расстройство или повышенная тревожность. А бывает ли тревожность врожденной? Возможно, мама, папа, бабушки, дедушки тоже страдали от такой проблемы. Здесь, скорее всего, речь идет о чертах характера. То есть люди, которые изначально более ранимы, чувствительны, подвержены чужому влиянию, внушаемы, они, соответственно, и обладают повышенной тревожностью. А как тревога вообще возникает? Что является причиной ее появления у человека? Есть несколько качеств, которые способствуют формированию тревожности. Это, во-первых, наследие семьи, негативная картина мира и негативное восприятие себя. Если в семье были какие-то сложные ситуации, когда члены семьи переживали какие-то трагические события, то ребенок уже в детстве воспринимает эту модель поведения, он привыкает реагировать на определенные ситуации повышенной тревожностью, и в результате во взрослом возрасте он опасается будущего, чего-то нового, неизвестного. Следует, во-первых, остановить вот эту карусель мыслей, вот этот хаос. И есть определенные техники. Прежде всего, это дыхательные техники. Когда мы чего-то боимся, наше дыхание становится поверхностным. Поэтому мы идем от обратного. Мы начинаем дышать глубоко, делаем глубокий вдох через нос, задерживаем дыхание и также медленно выдыхаем через рот. Достаточно трех-четырех вдохов-выдохов, и вы уже почувствуете, как ваши мысли устаканиваются и приходят в норму. Еще одна техника, которую легко запомнить, выполнять самостоятельно, называется 5-4-3-2-1. Она направлена на то, чтобы вы ощутили себя в моменте, потому что при тревожности человек либо тревожится о прошлом, либо о будущем. Вот давайте прямо сейчас с вами эту технику проведем. Назовите 5 вещей, которые вы в данный момент видите перед собой в этом пространстве. Стол, диван, перила, лампа, подушка. Отлично. Теперь назовите 4 вещи, которые вы можете потрогать. Повторяться можно. Стол, диван, подушка, ваш планшет. Теперь назовите 4 вещи, которые вы сейчас слышите. Я сейчас слышу шум кондиционера, голос мужчины, который находится на ярус ниже, ваш голос и периодически голос нашего оператора. Назовите 2 вещи, которые вы можете почувствовать. Почувствовать я могу тепло, здесь довольно комфортно и вкусный запах какой-то выпечки. Отлично. И одну вещь, что вы можете хорошего сказать о себе? Я много улыбаюсь. Отлично. Хорошо. Ну а как же работать с тревогой на перспективу, так сказать? Самое главное проанализировать ситуацию и все-таки найти, на что направлена ваша тревожность. Это какая-то рабочая ситуация, ситуация в семье или здоровье. Дальше задайте себе несколько вопросов, по поводу чего я именно волнуюсь. Подумайте, что вы можете сделать в этой ситуации. Пропишите для себя какие-то конкретные действия и шаги. И постарайтесь переключиться на какой-то другой вид деятельности. Оксана, спасибо большое вам за эти советы. Друзья, живите счастливо, живите без тревоги. Все, что хочется добавить. Придаться ностальгическим воспоминаниям, очутившись среди деревенских домиков. Там воздух чище, а осень уютнее. Местный фотограф Анна Чуб совершила фотопрогулку по парочке центральных уголков республики. Из Вильгартов с Иктывкар пешком легко подписалась автор под своими снимками. Предлагаю и вам укутаться в мягкое одеяло из осенней листвы и теплого солнышка. И своими глазами увидеть красивые кадры любимой Фоми. Вильгартов с Иктывкаром На этом наша передача подходит к концу. Открываем дорогу новому месяцу и новым возможностям, которые он нам преподнесет. С вами была информационно-развлекательная программа «Студия 11». Увидимся с вами уже завтра. До встречи в эфире. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова